До Нового года осталось две недели, а это значит, что со дня на день в домах Брещан начнут появляться главные символы этого праздника – ёлки. И если вы отдаёте предпочтение не искусственным, а живым красавицам, то предлагаю вам вместе с нами выбрать зелёную хозяйку волшебного праздника. Здесь, в Каменецком лесничестве, ждут своего часа около тысячи новогодних ёлочек. Каждый год Каменецкое лесничество поставляет на ёлочные базары Бреста и Каменца порядка тысячи деревьев. Символ Нового года растёт на специальных плантациях в среднем от 7 до 11 лет. Затем ёлки инвентаризируют на внешнюю пригодность, вырубают и отправляют потребителю. Чтобы ёлочка радовала своей свежестью максимально долгое время, специалисты советуют держать срубленное дерево в большом количестве влаги. У лесничего Игоря Матюшика есть свои секреты долголетия зелёной красавицы. Я обрубал стволик снизу чуть побольше, зарезал её на косячок, чтобы она не уперлась в дно и могла пить воду. И само ведро мы закрепляли стволик бутылками, пластиковыми бутылками, налитыми туда воды и наливали в ведро воду и бросали таблеточку аспирина. И она прекрасно сохраняла свои свойства вплоть до 19 января. Ну, пока её не выбросим. В Каменецком лесничестве разведением елей для ёлочных базаров занимаются давно и знают, как её сохранить и правильно выбрать. Во-первых, деревце должно соответствовать размерам комнаты, в которой будет стоять. Причём подальше от отопительных приборов, потому что зелёная красавица очень любит влагу. Во-вторых, ёлочка должна быть свежей, иначе на третий-четвёртый день она начнёт осыпаться. У свежей ёлки ветки эластичные, обломить их непросто. У сухой они легко и с треском ломаются. Продаем прям с плантации, можем продать вам здесь, если хотят. А так, ну, смотреть, чтобы она была не вялая, ну, свежая. Её видно, что она не вялая, свежая, а иголочки не осыпаются. Через неделю эти зелёные красавицы поступят в продажу и займут в домах брещан центральное место, как главный атрибут новогодних праздников. Покупатели смогут подобрать для себя ёлочку по цене от 7 до 20 рублей. В этом году цены на новогодние ели у нас до метра цена 7 рублей, от метра до 2 – 9 рублей, от 2 до 3 – 11, и выше от 3 до 4 – 22 рубля ёлочки будут стоить. Также можно приобрести новогодние букеты по цене 2,5 рубля, и в этом году лесхоз реализует новогодние ели в таре, ну, или в катках, как их называют. Высота ёлочки до 2 метров будет стоить 20 рублей. Продажа натуральных елей начнётся с 20 декабря в пяти местах по улице Гоголя, в трёх микрорайонах города и на шести рынках. Также дополнительно с 26 декабря будет организована продажа натуральных елей ещё в трёх микрорайонах города. Кто-то предпочитает натуральный запах хвои и лесную гостью, кто-то выберет вечно зелёный атрибут из искусственных материалов. Какая ёлочка украсит ваш дом в новогодние праздники, решает каждый сам. Будете в этом году ставить ёлочку? Обязательно. А какая-то будет ёлочка, живая или искусственная, и почему? Наверное, живая будет, потому что, ну, живая – это как-то праздник. Это запах в доме зимы, вот именно новогодно праздником. Искусственную. Мы каждый год ставим искусственную, потому что не осыпается, наверное, и жалко лес рубить. Наверное, будет живая. Потому что, ну, живая пахнет новым годом, праздником. Искусственную. Живые – жалко. Предпочитаю я ставить сосну. Голубую сосну. Она, во-первых, большая, красивая иголка длинная и очень пышная ельня такая. И я родом сам, где у нас расходят только сосна. Всегда ставили живую. А сейчас у нас тёплые полы, поэтому очень живая быстренько обсыпается. Поэтому мы там ставим искусственную, а в другой комнате – живую. Ёлка – неизменный атрибут Нового года вместе с салатом оливье и шампанским. И пусть ваша зелёная красавица подарит вам только приятные эмоции и оставит хорошее воспоминание. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...